Так, вчера приобрел в ленте в районе 270 рублей стоила от торговой марки Runway силиконовая смазка. Область у применения достаточно большая, но в данном случае силиконовая смазка для автомобиля. Для чего она служит? Давайте прочтем. Вот даже здесь на баллончике отмечено. Устраняет трение и износ резиновых уплотнителей, удаляет влагу и защищает от окисления и коррозии. На описании в другом месте у банки перечисляется ее другое предназначение. Но в принципе, для чего она используется? Вы можете обработать ею резиновые уплотнители у вашего автомобиля, чтобы не было резиновых уплотнителей в районе дверей. Кто имеет авто, тот понимает, о чем я говорю. У вас дверь будет закрываться без эффекта примерзания при отрицательных температурах. Кроме того, если двери открываются со скрипом, либо с трудом, тоже направляющие петли у двери автомобиля обработать данным составом. И они будут открываться более легко и закрываться. Сам на себе это испытал. Приехал на автосервис, поменял какую-то деталь. В конце говорю, слушайте, что-то скрипит с водительской стороны. Они взяли баллончик силикона. Просто забыл, какая фирма была. Они, в принципе, одинаковые. И пшикнули мне на петлю, на направляющую автомобильной двери. И она стала закрываться, открываться бесшумно и на порядке быстрее, плавнее, чем было до этого. Некоторые обрабатывают ею также направляющие у окон автомобиля, где стекло поднимается, открываются в такие места. Для того, чтобы окно поднималось, закрывалось гораздо легче. То есть, область ее применения достаточно большая, в том числе и замки автомобилей. Да и не только замки автомобилей, но и петли. У каких-то механизмов для того, чтобы не было эффекта их скрипа. Достаточно затрудненности их работы. Обрабатывают замки, если не говорим про автомобильные, но чтобы они свободно закрывались и открывались при отрицательных температурах. То есть, область ее большая, применение у силиконовой смазки. Но надо с осторожностью ее наносить, в плане того, что если покупаете распылитель, как в данном случае, брызгать осторожно, для того, чтобы, когда обрабатываете резину уплотнителей у двери автомобиля, спрей не попадал на соседние участки. В этом ничего страшного нет, но если попадет на обивку, может остаться жирное пятно. Поэтому этого необходимо предотвращать, чтобы указанное не присутствовало. Кроме того, снабжается различными механизмами, как в данном случае. Видите, здесь такая пимпочка направляющая. Вот здесь трубочка вставлена уже в сам распылитель. Для того, чтобы струя силикона, которая, естественно, находится под давлением силиконовой смазки, она не имела большой диаметра распыления. А это в данном случае экономно и более точно. Некоторые распылители подобные, я говорю про распылители аэрозольные, силиконовые снабжаются палочкой. Знаете, она вот крепится на скотче вот здесь. Вы тоже вставляете для того, чтобы точечно обработать какую-то поверхность, а не только эту поверхность, а все вокруг, чтобы не было большого диаметра струи. Здесь такой механизм, они бывают в виде пасты, тюбики, силиконовая смазка. Также имеются экземпляры, где, как на обуви, крема для обуви, сверху такая круглая, треугольная. Господи, круглая, треугольная, что я говорю? Круглая такая губочка. Вы можете выдавливать, как ботинки. Наносите кремом. Знаете, о чем я говорю? А также вот на эту уже встроенную губку круглую обрабатываете поверхности, которые вам нужны. Я говорю про силиконовую смазку. Вот, в принципе, нужная вещичка. Давно я хотел себе ее приобрести, но все, руки не доходили. Использовать, естественно, возможно, не только в автомобиле, но и в других каких-то целях. Смотрите, что еще обещается. Образуют на поверхности полимерный слой с водоотталкивающими и антистатичным свойством. Предотвращает облининение и замерзание резиновых уплотнений. Про что я уже говорил. Дверных замков неудобно читать. Защищает клеммы аккумулятора и других контактов от окислений и коррозии. Устраняет скрежет и шум ремней вентилятора. То есть такая вещичка, которая именно позволяет движущимся механизмам резиновым, пластиковым сохранять свою подвижность в том числе. И прежде всего нужно то, что хочу использовать, знаете, когда чуть подтает на улице, потом снова замерзает. Двери иногда открываются с трудом. Из-за того, что резиновые уплотнители, они не дают двери свободно открыться. Вот, в принципе, вещичка. Надо будет пробовать такой обзорчик на силиконовую смазку. А, кстати, про состав ее. То есть здесь состав, вот я вам скажу, силиконовая смола указана. Силиконовая смола, посмотрите. Сейчас фокусируется. В одном источнике я прочитал, что нужно желательно брать, где присутствует силиконовая смола, а не силиконовое масло. Что якобы это более лучше по составу и по всем свойствам, если мы говорим о силиконовой смазке, когда в ней указана именно силиконовая смола.